как дела добро пожаловать на канал меня зовут кевин свэнсон и сегодня мы будем обсуждать цену биткоина которая сейчас проседает пока я это говорю это дневной график на биткоине мы торгуемся над 63 тысячами сантимент который я замечаю от людей в целом это немного скука разочарование но для биткоина не происходит ничего ненормального люди наполнены страхом сегодня на этой просадке после того как мы поднялись с 15 с половиной до 74 тысяч каждый раз когда мы проседаем появляется страх на каждой просадке даже на сегодняшней детской просадочки и тот факт что мы наблюдаем так много негативного сантимента на каждой просадке когда мы сидим прямо рядом с ултайм хаем это фантастический сигнал по крайней мере для меня по моему опыту потому что нету эйфории никто не счастлив никто не радуется своей прибыли это великолепно мы все еще в начале цикла когда все начинают говорить не бойтесь просадки вот когда нужно начинать бояться сейчас я чувствую себя хорошо об этом негативном сантименте или об отсутствии энтузиазма и также важный сигнал это дневной rsi внизу посмотрите на низ экрана это дневной rsi и я также отметил движение цены импульс наверх в бок импульс наверх в бок импульс наверх и сейчас мы идем в бок эти цены это те же цены какие были в конце февраля в этом году мы сидим в боковом движении и люди боятся и мы всего в 16 процентах от all-time high глядя на этот график следующий шаг это еще один импульс наверх если у нас будет продолжение на этой серии если вы посмотрите на rsi на дневном вы можете видеть что каждый раз когда цена собирается совершить основное движение наверх у нас есть пробой сопротивление на rsi и ретест обратно сверху это не обязательно должно происходить здесь этого не было но если вы посмотрите по большей части когда мы пробиваем эту линию тренда rsi опять спускается прикасается к ней как поддержки и после этого основное движение наверх здесь в марте сопротивление на rsi пробой ретест что происходит здесь основное движение наверх по крайней мере это сигнализирует что есть какое-то движение впереди и сейчас мы в зоне ретеста этой линии тренда так что если мы здесь отскочим от этого сопротивления как от новой поддержки на этом уровне в 44 это будет сигнализировать об еще одном основном движении наверх по крайней мере в сторону сопротивления или к новым all-time high я жду увеличенного максимума на rsi и продолжение этого поведения которое мы наблюдаем с начала 2023 ничего не поменялось bitcoin просто идет в бок в марте мы шли боком 215 дней сейчас мы идем боком 160 дней так что это ничего необычного эти длинные боковые движения у биткойна сейчас более объемный market cap нужно больше времени для движения цены но я все еще настроен по бычи тренд все еще ваш друг и в последнем видео мы обсуждали вот этот сценарий где цена сейчас вот здесь и я показывал как может выглядеть бычий рынок если будет продолжение если вы хотите посмотреть все объяснение этого графика это прошлое видео которое выпустил 9 дней назад на этом канале я не выпускал видео 9 дней потому что я был на биткойн конференции в нэшвилле и сейчас я вернулся так что контент опять будет теперь переходя на биткойн на недельном это нынешний халвинг который у нас только что был 19 апреля этого года 13 или 14 недель назад если вы посмотрите на прошлые циклы как много времени нужно биткойна чтобы достичь вершины в среднем почти каждый раз это происходит между 40 и 80 неделей это 40 это 80 после халвинга в 2020 через 40 недель у нас была первая вершина и на 80 у нас была вторая прямо около начала зоны прибыли после халвинга это индикатор который я разместил на трейдинг вью абсолютно бесплатный если вы вернетесь на халвинг до этого вершина биткойна через 80 недель в районе 80 недели вот где была вершина в цикле до этого ближе к 40 вершине просто показываю вам что в среднем после халвинга вершина между 40 и 80 неделей и если мы отдалимся туда где мы сейчас вы можете видеть что мы даже не близко люди очень нетерпеливы и мне кажется прошлый цикл или цикл до этого избаловали людей и они просто хотят свои награды прямо сейчас и каждый день который проходит без движения цены на луну они расстраиваются но маркетка биткойна довольно высоко и альткойны должны привыкнуть тому факту что биткойн теперь медленно двигается маркетка высокий он больше будет ходить вбок чем обычно как только рынок привыкнет к этой идее мне кажется поведение начнет меняться со временем но это уже другая тема мы всего в 13 или 14 неделях после халвинга в теории у нас есть еще 25 недель и это январь перед тем как мы достигнем 40 недели и как вы видели как я вам только что показал 80 неделя чаще становится вершиной так что как бы это не отыграло мы не знаем точно что будет но от 40 до 80 недель и еще полгода до 40 недели так что многое может произойти между этими двумя событиями и сейчас нужно просто быть терпеливыми я знаю никто не хочет но если вы посмотрите на прошлый цикл после халвинга мы шли боком ровно в бок 23 недели после последнего халвинга мы шли пока боком только 14 недель так что это не так плохо как в прошлом цикле те кто был со мной на этом канале тогда это был один из самых скучных моментов были некоторые мелкие монеты запустили юнисвап и у дексов был объем но сейчас прошло не так много времени 2017 вы можете видеть что мы шли боком до очередного прорыва после халвинга 20 недель почти 20 недель бокового движения и сейчас 13 или 14 это обычное боковое движение цены мы просто пилим зону предыдущего ултайм хая немного попилим и полетим опять к этой 40 неделе я думаю что до 40 недели мы скорее всего увидим значительное движение наверх к этой 40 неделе я хотел выпустить это видео чтобы преподнести перспективу на временные рамки на то где мы как это было в прошлых циклах и почему то что мы наблюдаем сейчас это не что-то необычное bitcoin достигнул ултайм хая ранее чем обычно следующий шаг это увидеть как bitcoin закроет недельные по пути к новому ултайм хай и вот когда начнется альт сезон альткойны обычно ждут когда bitcoin закроет несколько недельных свечей на доллтайм хай для того чтобы у спекуляторов появилась уверенность впрыгнуть